Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля и сегодня одна из самых важных тем это пикировка перца. Потому что о том, что пикировать томаты согласны все, почти все их пикируют. Редко кто выращивает в одной таре без пикировки от посева и до высадки в открытый грунт. Но перцы пикировать решаются не все. И вот начинающие огородники очень часто боятся этой процедуры. Кто-то пикирует, кто-то не пикирует. Мы не будем об этом сейчас спорить. Я просто хочу показать все досконально от и до всю процедуру пикировки перца. Объяснить, что, зачем я делаю. Ну, что дает мне пикировка, я уже рассказывала. С одной стороны, это экономия грунта в зимний период. Вот я сейчас распикировала вот эти перцы до праздника, дней 5 назад, наверное. И только сейчас они у меня по стаканчикам. А до этого, я вот сейчас покажу лоток, они были все в одном лотке. И баклажаны, и перцы. И это очень важно. Или один лоток мне понадобился вот в конце января, начале февраля. Или мне нужно было 4, 5 или 6 даже лотков, если бы я выращивала без пикировки. Или вот огромное количество, сколько у меня получилось, 5 вот таких поддонов, стаканов. Ну, короче, это экономия земли и, конечно, экономия места под лампой. Один или 4-5 лотков, это есть разница. И в лотке, я еще хочу от себя добавить, когда я выращиваю в лотке, для меня это более облегченный уход. Потому что я лоток поливаю один раз в неделю, они же там все вместе. А в отдельных стаканчиках, когда вот такие, например, 200-граммовые стаканчики, он грунт пересыхает быстрее. И нужно постоянно ходить за этими стаканчиками, следить, потому что перец не любит, чтобы его пересушивали. Его нужно постоянно поливать, поливать и поливать. Но поливать умеренно, но часто. И мне кажется, что в стаканчиках все-таки более усложненный. Так, ну это вот сначала вот эти практические, про землю, про место. И самое главное, про что я всегда говорила, это выбраковка во время пикировки. То есть я во время пикировки всегда выбираю, как я говорила, что у меня спартанский отбор, выбираю самые сильные, с самой хорошей корневой системой. Видите, какие корешки, хорошо развитые. И вот эта выбраковка позволяет оставить крепкую, здоровую рассаду. Это во-первых. Во-вторых, при пикировке я же ее заглубляю по семидоле. Видите, вот этот вот стволик, он весь, здесь видите, как они глубоко. Весь этот стволик я заглубляю в землю. И это еще одно, вот такое, как преимущественно, плюс, что начинает увеличиваться корневая система. На стволиках вот эти корешки нарастают. Но с другой стороны, если у вас всего 10-20 перцев, то все вот это перечисленное про землю, про экономию ламп, это не имеет значения. Вырастить качественную рассаду перца можно и без пикировки. Можно посеять в небольшой объем грунта в стакан, а потом досыпать. И вот этот стволик, который мы заглубляем, он тоже покроется вот этими корешками дополнительными. Для меня, вот сегодня, нынче я посадила, ну, штук 50-60 корней. Имеет значение, что много земли надо, много места. А если 10-20, то можно и без пикировки. Сейчас я все прям по пальцам, я вот выделила 7 моментов, по пунктам вам расскажу. Пикировать можно. Вот я, смотрите, сделала в отдельные стаканчики, но я не всегда так делаю. Нынче у меня мало, сделала в отдельные стаканчики. Когда было много, я в лотки рассаживала. Пикировать можно в отдельные стаканчики, в отдельные горшочки, в такие же лотки, которые были посеяны, просто пореже. Пикировка даже не имеет значения, куда вы пересаживаете. Главное, что вы пореже рассаживаете. Рассаживаете, все. Вот видите, у меня, сейчас покажу вам. У меня был посев загущенный. Вот такой. Сейчас приблизим. Вот видите, как был вот такой лоток. Я их всех рассадила, один рядок не успела. Приехал внук, и у меня вся работа отложилась. Значит, рассаживать можно и в стаканы, и в кассеты, и в другой лоток. От себя хочу добавить, что я всегда, это у меня уже как правило, вот эту землю во время пикировки я беру свежую. Это не значит, что не надо или нельзя вот этот использовать грунт, который был. Ну, просто я уже привыкла так. Я никогда вот этот не использую для перцев, тем более они нежные, они восприимчивы к заболеваниям. Они в этой земле уже проросли месяц, и мне, чтобы не обрабатывать ничего, я просто делаю новый грунт. Точно такой же, в который я сеяла. Удобренный. Ну, так я могу гарантировать вот эту микробиологическую чистоту, что здесь никто не рос, и никакие остаточные, например, какие-то там споры сюда не перейдут. Тот я потом буду, конечно, использовать. Вот на подсыпку в томаты там везде буду, может быть, на огорячную грядку, но не важно. Я всегда делаю новый. Но если вы, у вас нет возможности, использовать можно и этот грунт. Но только следите. Главное, чтобы у вас там не было больных растений. Если хоть одно больное растение было в лотке, ни в коем случае нельзя использовать вот тот грунт старый без дополнительной обработки. Иначе вы перенесете все свои заболевания вот в эти стаканчики в лотке. Так. Я уже говорила, при пикировке я сеянец заглубляю до семидоли. Сейчас я покажу вам. Вот у меня стаканчик. Я просто делаю там вот такое отверстие. И вот этот у меня уже прищипнутый. Я сейчас покажу, как прищипну. Сейчас я просто чисто показываю, что до семидолей. Я придерживаю его за семидольку и начинаю заваливать. Когда я завалила его, я хорошенечко вот так вот здесь уплотняю. Вот и все. И в этом и весь процесс пикировки. Он очень простой. Главное, до этого хорошо подготовить. После этого. Вот считается правильным способом именно заглубления до семидолей. Именно специалисты рекомендуют заглублять. И в результате такого заглубления по всей длине стволика начинают расти. Ой, вот они они. Вот по всей длине вот этого стволика у вас вырастут новые листья. И еще мы же вот здесь прищипнем. Я не знаю кто как. Ой, одной рукой неудобно. Я всегда прищипываю вот этот вот самый-самый кончик. Вот так вот. Вот так я прищипну сейчас. И вот это образование сначала вот по семидоле мы заглубили. Все, на стволике образуется. И во время пикировки у перца, когда прищипывается корешок вот этого, ну, кончик основного стебля, это стимулирует вот именно развитие боковых корешков. Вы видите, что в это время еще не очень большие боковые корешки вот это, ну, не так много. Когда мы вот этот корень раз прищипнем, он туда уже не пойдет. Начнется активный рост вот этих вот. Представьте, здесь начнется, тут начнется. Он весь покроется, ну, корнями. И вот в результате такого двойного увеличения корневой системы и основных корней, и дополнительных на стволе рассада перца получается очень крепкой. Такие перцы, они легче переносят потом пересадку на постоянное место. Они быстрее развиваются. И они выглядят всегда более крепкими и здоровыми. Вот при пикировке, если взять, например, в отдельную тару, когда мы первый раз, всего один лишь раз, нарушим ему корешок, а потом он будет уже, можно его еще раз будет перевалить или высадить в открытый грунт стаканчики. Вот при пикировке в отдельную тару он вообще почти не переносит, ну, хорошо переносит, вообще почти не болеет при высадке в открытый грунт. И все-таки пикировка в отдельную тару считается более такой, предпочтительнее, что потом мы ему уже корень не будем никогда в жизни повреждать. Ну и после пикировки перца, так же, как с томатами, необходимо соблюдать режим полива. Во время пикировки, вот эти 5 дней назад у меня распикированы, во время пикировки я поливаю один раз обильно. И вообще, предпочтительно, полив с поддона, если есть поддоны, у меня есть вот такой лоток, а есть к нему поддон. И я вот этот лоток ставлю в поддон, наливаю туда воды и ставлю туда стаканчики. И вот все-таки специалисты рекомендуют поливать с поддона, потому что там жидкость снизу начинает поступать, она снизу начинает поступать, а здесь земля как бы не притрамбовывается, потому что, когда мы поливаем сверху, тут и может потом корочка образоваться, и может она немножко как сильно осесть. Когда поливаем снизу, земля остается такой рыхлой, воздухонепроницаемой, пушистой, непритрамбованной, корочки не образуются, а внизу есть вода. Но еще говорят, что снизу более удобно поливать, как для растений лучше, что корни начинают идти искать воду вниз и как бы сильнее они разрастаются. Вот смотрите, я поливаю один раз. И так же, как томаты, они у меня сидят целую неделю или может быть даже больше до такого значительного подсыхания грунта. То есть я никогда не доливаю в тот грунт, который еще мокрый, влажный. Вот 5 дней прошло, видите, тут даже трава у меня уже выросла, некоторые вот они травинки, а грунт еще влажный. Тут главное не переливать. Первый раз я увлажняю весь объем земли в стакане, но после вот этой пикировки растениям, перцу, так же, как и томатам, нужен период реабилитации. Ну, примерно недели. Эту неделю, ну, минимум. И в это время их трогать не нужно. Они еще очень такие, как сказать, у них нет ни сцепки с землей, они как бы еще, как растения без ног. Я их вот выдернула с одного грунта, а сюда вставила. Им очень нужен вот такой вот период покоя. И молодые перцы могут еще дольше, чем томаты, стоять без видимых изменений в сторону роста. И это нормально. Вот смотрите, я как пикировала с двумя листьями 5 дней назад, так они абсолютно все стоят с двумя листьями, такие же, как вот сейчас в лотке. Я покажу, какие не распикировала еще. И тут даже могут быть вот такие, смотрите, изменения семидольных листиков. При пересадке немножко семидольные листики пострадали, они как бы, ну они немножко вроде как пожелтели, как подвяли. Я на это тоже не обращаю внимания, потому что семидольные листики нам сейчас вообще не нужны. Если я сейчас еще буду подсыпать немножко, я, возможно, их даже уберу. Смотрите на состояние вот этих настоящих листьев. Если настоящие листья и 5, и 6, и 7, и 8 дней стоят в одной паре и не прибавляются новые листики, но они зеленые, они выглядят живыми, видно, что растение это живое, то это все нормально. Это период адаптации. В это время растения осваивают новый грунт, пытаются наращивать молодые корешки, восстановить вот эту связь с землей, про которую я говорила, что они как без ног. Так как, ну, пикировка, это процедура травмирующая корни, листья-то мы не тронули, только корни травмирующие, то и восстанавливать растения начинают в первую очередь именно корни. Пока будет идти процесс восстановления корневой системы, вот эта надземная часть растений, она расти не будет. Вы этого не ждите, и вы не бойтесь того, что они замерзли и стоят в одной паре. Вот поэтому многих пугает ситуация, когда вот люди видят, что перец после пикировки, он замер, он стоит очень долго, без изменения. Но если листики, еще раз повторю, на рассаде не вянут, если они не желтеют, если они не опадают, значит, с перцем, все в порядке. И теперь самый главный вопрос, когда перец готов к пикировке. Сейчас мы вот эти уберем готовые, а тот, который я сегодня буду пикировать, я на первый план вам поставлю. Вот так. Вот, тут осталось уже совсем ничего, один рядок всего. Вот такие вот перцы именно я пикировала. И нынче у меня такая ситуация, что мне в выбраковку выбросить было нечего. Они все, хотя всходили они не очень дружно, но все получились в одной паре, то есть все по два листика, все одинаковые, нет ни уродливых, ни больных, ни кривых. Я взяла все. И вот, вот такой перец, он готов к пикировке. Вообще пикировать перец можно на любой стадии развития. И в фазе двух семидолей, я показывала вам в прошлые годы, как я пикирую. И в фазе одного-двух листьев, и в фазе двух-трех, и четырех-пяти листьев, но все-таки идеальным возрастом, вот идеальным таком внешним видом является, фаза двух-трех настоящих листьев. Об этом нам пишут специалисты, почти во всех справочниках. И это объясняется тем, что более ранняя пикировка, она возможна, но она требует умения работать вот с этими, с крошечными крохотулечками. Там вот росточек очень маленький, листьев-то кроме семидолей нет, им помощи, у растения очень мало, и если вы этот росточек как-то неправильно, корешочек неправильно там, может быть, отщипнете, может быть, загнете не так. У часто у начинающих в фазе двух семидолей перцы не выживают, и начинают болеть. Вот сразу скажу, что опытные огородники в фазе двух семидолей пикируют прекрасно, я тоже это делаю, но начинающим все-таки я, ну как, посоветовала подождать бы двух-трех настоящих листьев. Вот более раннее рассказала почему, а более позднее, как вы понимаете, что можно и в фазе четырех, пяти, шести листьев, просто когда много будет листьев и много корней, это более травмирующая процедура. Рассада будет долго болеть, уже листья, уже их много, они вянут, иногда даже желтеют и осыпаются, может так среагировать перец. И вот более продолжительный период будет тратиться на восстановление этой корневой системы, на реабилитацию. В то время ему уже необходимо будет закладывать цветочные кисти, если мы, например, говорим о четырех, о пяти листьях, а вы его выдернете, оборвете все корни, конечно, он отреагирует крайне отрицательно. Но опять же, и в этой фазе мы тоже пикируем. Мы не знаем там, насколько потом понижается урожайность, насколько дольше они болеют, все это зависит от условий, которые вы создадите после пикировки. И вот мы плавно подошли к условиям после пикировки. В период после пикировки, конечно, перец нельзя выставлять на прямые солнечные лучи, нельзя проводить подкормку, вот первая неделя, 10 дней. Вообще не рекомендуется как-то вообще вмешиваться в его жизнь. Распикировали, поставили и все. Очень часто вопросы под солнце или в тень, ну как, или в темноту. Я в темноте никогда после пикировки не держу. Я ставлю под ту же, под искусственную лампу, под освещение. Все, они прекрасно переживают. И если вы будете знать вот эти все нюансы, если вы проведете пикировку перца правильно, то через 7, 8, 10 дней он снова начнет наращивать новые молодые листочки. Если даже это будет не 10, а 12 дней, не расстраивайтесь, он все равно, если листья зеленые, вот сейчас я покажу. Вот я беру вот этот перец, как раз в фазе двух настоящих листиков, идеальный вариант для пикировки. В это время корешки у него уже вот такие. Прищипываю самый-самый кончик, заглубляю до 2-7 долей, но там, когда притрамбую, потом получится чуть-чуть ниже. В стаканчике обязательно дырочка, обязательно маркировку приклеиваю. Грунт обязательно влажный, и опять же, вот такой, как в предыдущем ролике я говорила, крупнозернистый, там всякие у меня кусочки чего-то. Это от того, что он просеянный через крупное сито. Он, видите, какими-то такими, как для воздухопроницаемости прекрасной. Не знаю, у меня после пикировки перцы всегда очень хорошо переносят пикировку. Если честно, давно уже не было, чтобы перец заболел, или чтобы после пикировки я его выбросила. Смотрите, какие красавцы. Но подождать недельку, дней 10, пока они восстановятся, конечно, придется. Все, до свидания. Вот эта перикировка, это вроде бы и сложная процедура, к которой нужно отнестись очень внимательно. Но с другой стороны, все так, так просто. Просто возьмите с любовью, нежно, бережно, извлеките с одного места, посадите на другое место и маленько поухаживайте, как за больным. Он хоть и не тяжело больной, но он требует такого повышенного внимания. Все, до свидания. Хотела сказать и забыла, то же самое, что делаем с перцами, мы делаем и с баклажанами. Вот у меня остались маленькие баклажаны, я их тоже все распикировала, остались в лотке только те малыши, которые не доросли и по моему мнению оказались еще слишком молоды, видите, совсем маленькие. Те же самые процедуры, такая же технология, такой же уход и такой же период реабилитации. Все, теперь точно до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok